Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Смотрите, кто это со мной сегодня и сидит. Это Андрюша Нойлс! Детка! Полиночка, моя сестренка! Детка! Детка! Бэйби! Сегодня мы все здесь собрались, но я перед этим представлю ребят. Это мой молодой человек, Андрюша. Это твой молодой человек. Молодой человек, не старый. Я ее молодой человек. А это моя родная сестра Полина. И вы меня наверняка уже знаете. И меня вы, наверное, знаете. Ну, не наверное, а знают. Я думаю, 100%. В общем, сегодня я хочу узнать, кто все-таки знает меня лучше. Либо моя родная сестра, либо мой парень. Я подготовила достаточно каверзные, интересные и необычные вопросы, на которые ребята должны будут ответить. Но не как было в моих подобных роликах на канале. А тут уже будет на скорость. Типа, кто ответит быстрее? Получается, у нас прям где-то по секунде кто быстрее. Как с кнопочкой, знаешь? Да, да. Вот надо было кнопочку такую. Давай возьмем вот эту штуку и положим тебе ее на ноги. Хлебцы? Да. Держи ее вот так вот. Держи, короче. Подожди. Мы красиво сейчас настроим это. Вот, да. Секс. И смотри, мы с тобой должны кто быстрее типа нажмет туда. Мне ногти не сломайте. Да, да. И когда смотри, она вниз уходит, это значит нажатие. У нас самая крутая кнопка. Хорошо. Хлебцы. И так. Ладно, ребят, не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик. Вот тут, где хлебцы, выскочил колокольчик. Чтобы не пропускать мои видео и смотреть их первыми. Вот такие вот дела. В общем. Первый вопрос, бэби. Первый вопрос, но перед этим я скажу. Мы можем начинать. Поехали. Черт. Это как говорят. Ребят, ты изразил мою сестру. Итак, первый вопрос, погнали. Какой у меня знак за Диану? Рыба, 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 рыба. Я впервые нажал. Тебе нельзя отличать, если я раньше нажал. Получается, я выиграл все равно. А давайте, короче, сделаем так, если вдруг я не знаю ответ, то это сам нажимай первым. Ты говоришь ответ, и я говорю, типа, тебе нельзя. Да, я выиграю, типа. Так и задумано. Круто же придумал. Смотрите, мы можем нажать, а отвечать. Нет, нажимает Андрей, ты не... Нет, смотри, короче, если, получается, типа, нажал я, то получается, я и отвечаю. Но если я не знаю ответы, нажму раньше, я просто теперь буду всегда нажимать, а ты говоришь сразу. Я буду, если что, говорить, что я должна отвечать. И получается, все баллы мои. Ну ты придумал. Нет. Круто придумал. Ну ты давай вот без твоего нагляжа. Да, действительно, у меня знак зодиака рыбы. Полиночка у нас стрелец, а Андрей водолей. Я, знаете, кстати, с самого детства ассоциировала знак зодиака рыбы именно с водолеем. Потому что, как бы, вода, рыба, там вся вся вся... На самом деле, я не верю особо в знаки зодиака, потому что я считаю, что ничто не может... Гороскоп. Да, гороскоп, в принципе, потому что я считаю, что нет вещей, которые могут как-то настраивать наш путь по жизни. То есть мы сами определяем свой путь, и поэтому, когда кто-то мне говорит, что вот если ты водолей, то должно быть так, я в это не верю. Потому что я считаю, что каждый человек сам строит свое будущее. Ну да. Красиво сказал? Возможно, да. Красиво, молодец. Итак, следующий вопрос. Мои любимые цветы. Розы! Розы! Полина первая нажала. Нет! Ну, сказал Андрей первый. Так нужно нажимать перед тем, как... Да ладно, один-один. Ладно, один-один. Да, розы. Тебе повезло. Какого цвета розы я люблю? Выиграл всегда я. Красные, белые. Ты шустрый, потому что попробую. Красные и белые. Что за тебя? Мы хлебцы скоро расхерачиваются. Красные и белые. Красные и белые. Подожди, что? Красные и белые. Я выиграл 2-1. Так задумано было. А, уже третий вопрос был? Да, все, я выиграл 2-1. Розы, какой цвет? Нажимай на хлебцы. Белые и красные. Белые и красные. Белые и красные. Хорошо. Ладно, давай 2-2. Дадим тебе. 2-2. Итак, следующий, третий вопрос. Мой любимый предмет в школе. Их нет. Вот тут попак. Да, реально? Серьезно? Я так и написала. Прикинь, что их нет. Я думала какой-нибудь. Физкультура. Физкультура, кстати, да, я любила физкультуру. Посидеть на ней и сказать, что у тебя месячная. Я помню. Да. Идем дальше. Кстати, ребят, я реально никогда не ходила на физкультуру. И говорила, что у нее месячная. Поэтому она не ходила никогда. Круглый год. У меня постоянно была справка. Я не буду говорить, откуда ты взяла эту справку. Нельзя раскрывать лица. Едем дальше. Итак, хорошо. Следующий вопрос. Мой цвет глаз. Кари. Кари. Да черт. Не честно. У тебя разбах руки короче и тебе быстрее нажать, чем мне. Это не честно. А ты с ней что-то слушай. Ты жульничаешь. Смотри, как мне нужно сделать и как тебе нужно сделать. Так. Вот. Ладно. Теперь честно. Да че? Че происходит вообще? Какие нахер хлебцы мы взяли? Идиоты сидят, по хлебцам стучат. Да, реально. Цвет глаз карий. Но я думала, вы не угадаете. Потому что вы же никогда не видели мой цвет глаз. Прямо сейчас даже не вижу твой цвет глаз. Вот есть такая фишка на самом деле. Если ты, например, родилась в Сибири, то у тебя будет светлый цвет глаз, потому что там меньше солнца. Если, например, в пустыне, то у меня тут карий глаза, чтобы как бы глаз сильнее защищал от солнца. То есть, чем у тебя более темные глаза, тем сильнее. Это разве не от родителей зависит? Это зависит от того места, где ты родилась, вот от этого. Ну и Гены тоже. Просто, например, тебе легче смотреть на солнце, чем мне. То есть, я буду вот так смотреть на солнце, а ты будешь вот так смотреть на солнце. Потому что у тебя глаза более темные. Да, возможно. Фишка такая. Следующий вопрос. Что меня пугает больше всего? Да чёрт, да ничё. Я сейчас ей руку. Так вы хоть ответ-то назовите. Бессонница. Подожди, не бессонница. Твой бывший парень. По факту. Он на меня пугает. Переигрываем. Главное, вырежем первый дубль, чтобы не было первого дубля. А то я там немного посмотрел, ещё не сексуально. Оставь только второй. Поехали. Хорошо. Что меня пугает больше всего? Твой бывший парень. Твой бывший парень. Её бывший парень. Реально, ребят. Ну вы посмотрите, какие вы тут все весёлые. Вот такие вот зайки сдружились. Такие прям котята. Котёнок. Хорошенькие мои самые любимые. Следующий вопрос. Иногда во время сна я. Чекай, давай вопрос дальше. Давай, что я заранее просто ударил. Давай. Иногда во время сна я. Пукаю. Нет, я не пукаю. Девочки не пукают. Они духами пукают. Андрей пукает. А, она пукает дживанши. Ну да, кстати. Либо картье. Либо картье. Она, короче, просыпается и разговаривает со мной. Лунати. Ну да, лунати, но я никогда с тобой не разговаривала. Разговариваешь. Я слышал. Ты просыпаешься и начинаешь базарить. Нет, то, что ты... Лошадь села. То, что ты говоришь, это я тоже слышал. Первый раз мне стало страшно, и я хотел тебе лицо подушкой накрыть. Ты что, офигел? Заткнуть. Да, вот так заткнуть подушкой. Хотел. Нормально задушить. Ты думаешь, типа, это нормально. Я сплю и просыпаюсь от того, что ты во сне говоришь. Дверь, замок, еда, кушайся. Ну я так не говорю. Ты говорила так. Вот это было набором, это было набором. Это реально было где-то вот так. Мне она просыпается и говорит, лошадь села. Ну да, вот такую херню я могу, конечно, сказать. У меня, знаете, ребят, с чем это связано? Со сном, которое я вижу. Я просыпаюсь, вообще не помню, как бы, о чем речь. Но мне на утро говорят, что я действительно иногда бывает разговариваю во сне. Но в основном это неразборчивые какие-то слова. Черт. Это как вариант. Детка, да, это как вариант. Следующий вопрос. Какой недостаток в себе я ненавижу? Ты очень сильно скучивая. Это по факту, кстати. И это правильный ответ. Это можно засчитать как по одному баллу обоим. Потому что это логично. Я вообще ненавижу свою вспыльчивость. И меня очень можно легко вывести из себя. Я тоже ненавижу твою вспыльчивость. Меня тоже бесит твоя вспыльчивость. Давай разберемся с ней. Давай. Ай, не надо, пожалуйста, не надо. Карина, ты сама напросилась. Бей ее, Полина, сильней. Полина, Полина, по лицу бей, не жалей. Все, все, нормально. Ненормальный, блин. Идем дальше. Как зовут мою лучшую подругу? Арина. Арина. Не знала, почему ты лучшая подруга. Не знала. Но я первая нажала, поэтому мне балл. Но я говорила, ладно. Полине балл. Почему я же первая нажала? Ну ты после Полины сказала. Ну и что? Так нажал ты первая на кнопочку. Ну ладно, хорошо. Пусть я не знал ответа, но я выбрал. Так уж и быть. Это так работает. Детка. Пойду. Мою лучшую подругу зовут Арина, и мы с ней общаемся уже больше 10 лет. Ее лучшую подругу зовут Карина. Арина. Ее лучшую подругу зовут Арина, и они общаются с ней больше 10 лет. Это типа никто не знал. Ее лучшую подругу зовут Арина, и они общаются с ней больше 10 лет. Больше 10 лет. И черт, это как вариант, детка. Итак, Полиночка у нас чуть-чуть подперед села. Подперед села? Села. Короче, ладно, понятно. Следующий вопрос. Я ревнивая? Да! 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 Да бедные хлебцы, Андрюш. Даже нет. Да! Я очень ревнивая. Ну, насчет себя я понимаю, потому что каждая девочка захочет встречаться с Андрюшин Нойлсом, детка. Это классика вещей, это нормально. Это как вариант. Это нормально, когда меня ревнует. Ну да, я ревную. А ты меня разве не ревнуешь? Я самоуверенный и самодостаточный. Я понимаю, что было бы глупо от меня уходить. Ну, ладно. Нет, не ревную. Не умею ревновать. Кто-то переубедился. Да. Не умею ревновать. Все, я тоже, значит, не ревную. Не ревную. Как можно от меня уйти, Андрей? Вот. Правильно. Вот, правильно. Все, ребят, я не ревную. Значит, обоим не засчитывается ни по одному. Стоп, не так. Все, я больше не ревнивая. Ну да, тебе засчитывается, ладно. Следующий вопрос. Есть ли у меня парень? Если да, то как его зовут? Я думаю, что его нет и его зовут. Его нету, значит, его не зовут. Я считаю, что у нее есть парень сексуальный, харизматичный, нагловатый, накачанный, брутальный и классный. Да. Вот тут я не спорю. Синонимы забыл больше. Хотел сказать. Забыл синонимы. Черт. Ну все равно, я так понимаю. Как вариант. Это тоже как вариант. Это по факту. Следующий вопрос. Какого цвета мой телефон? Золотой. Серебряный. Нет. Вы оба не угадали. Серебряный. Розовое золото. Так я и сказала золото. Розовое золото. Розовое золото. А, телефон, не чехол? Нет. Розовое золото. Ну я и сказала золото, я это имела. Нет, ну вообще есть просто золотого нет. То есть она угадала. Ну да. Тебе повезло. Все, мне балл засчитывается. Не тебе, а Полине. Хорошо. Предпоследний вопрос, мои дорогие. Мой вес сейчас. Ай! Извини, извини. Сильно? Нормальный палец? Ты мне сломал 4 пальца сейчас. Ну и так, вес, вес, вес. По ощущениям. 54 килограмм. Давай, давай, стоп, давай я тоже попробую угадать. 54. 50. Если скажу больше, будет больно. Скажу меньше, будет лучше. 53. 55 с половиной. Блин! Слушайте, ну значит, я не такой уж и толстой выгляжу со стороны. Нет, я думаю, где-то 50. Ну давайте, кто ближе был, поэтому я. Полина была ближе, да, в любом случае. Неужели ты думаешь, что я настолько худая? Нет, я специально бы сказала, чтобы... Но ты выглядишь так. Ты офигел. Итак, следующий и последний вопрос. Мой любимый сериал. Скап! Ну это по факту, да. Я обожаю скап. Потому что ты при мне его смотрела не один раз. Да. Ты при мне его смотрела ночью. Даже при... Потому что я спать не могла. Я пересматривала этот сериал, ребят, я не знаю, сколько раз, но больше пяти точно. Я спать не могла, потому что она при мне смотрела этот скам. Ну, можно было надеть наушники, но у меня была... Тебя хотя бы она не заставляла его смотреть. Меня она заставляла смотреть. Ну слушай, там, мне кажется, тебе тоже вкатило. Не, мне вкатило. Нормальный сериал. Скам секс. Скам секс. Второй сезон. Мне второй сезон понравился. Скам секс? Скам секс. Скам секс! А ты какие сериалы еще любишь смотреть? Так, только не смеяться. У меня три любимых сериала есть. Первое, это Первородные. Второй сериал, это Дневники вампира. И третий сериал, мультик Рик и Мурти. Ни разу не смотрела ни один из них. Первородные и Дневники вампира. Черт, это секс! Если, например, вы не смотрели этот сериал, то посмотрите. Я уверен, что вам он понравится. Потому что это максимально сексуально и круто, и там много кишков, секса, поцелуев. Посмотрим. А Рика Мурти, там много ж**, мата и обкуренных дедушек. Понравится? Ты что при ребенке-то, Андрей? Извини. А, запикайте, запикайте. Мы запикаем. Да, а ты, Полин, какие сериалы смотришь? Я вот точно за нее могу ответить, что Полин не любит сериалы. Я смотрела Gravity Falls. Серьезно? Да. Кулачок, кулачок. И еще другой. Черт! Я не смотрела. Это максимально крутой мультик. В смысле не смотрела? Давай еще раз прям кулачок дай. Еще раз, ты крутая. Потому что смотрела Gravity Falls. Gravity Falls, да, я наслышана, что Полина как бы очень любит этот сериал. Я пересматривала просто раз. Да, и пересматривала. Я так, знаете, где-то, когда она рядом, я могу посмотреть там, знаете, просто левым ухом подслушать, что там происходит вообще в этом сериале, в этом мультике. Я смотрела только, когда смотрела там, где они дерутся, убиваются, а там, где было нормально, доброе, ты не смотрела. Так самое интересное, когда они дерутся и убиваются. Самая интересная серия. Это шарф-шарф, где он еще построил ловушку Билл. Билл шифр, да, построил. Еще раз кулачок. Ребят, может Полина с Андреем будет встречаться? Я с Андреем. Ну это реально, типа, крутой... Еще раз, давай, я не могу, еще кулачок. В общем, я тут узнала, что, как оказывается, много общего есть у Андрея с Пол... Ну и вот, ребятки, это было все видео, надеюсь, оно вам понравилось, получилось, как мне кажется, очень веселое и интересное. А я тут узнала... И черт! Это определенно секс. Это как вариант. Я тут узнала, что, как оказывается, у Полины с Андреем много общего. Мы просто тебе не рассказываем. Скрываете что-то от меня? В общем, спасибо вам огромное за просмотр, и с вами был Андрюша. Нойлз, детка. Полиночка, моя сестренка. Аракелян, детка. Да. Черт. Кулачок. И Карина Аракелян, спасибо вам большое за просмотр. Да, давай, давай сексуальную камеру, типа, закрывай. А, не, подписывайтесь, надо еще сказать, давай. Короче, сейчас на счет 3, я считаю, и мы говорим вот, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давай. Давай прям на счет. Раз, два, три. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пу! Закрываю сексуальную камеру. Пока! Подписывайтесь на наш канал, если вы knee это знаете вероис支持. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok